24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, он же День святых Кирилла и Мефодия. В этом году большой праздник объединил все города нашей страны. В час дня по московскому времени от Владивостока до Калининграда одновременно начались концерты. Центром торжеств стала Красная площадь, программу которой дополнили прямые включения из Белгорода, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Не остался в стороне и наш Заполярный округ. ПЕСНЯ Во дворце культуры Арктика ровно в час дня, как и во всех городах России, зазвучала музыка. В это время, вне зависимости от часового пояса, все города, села, поселки, большие и малые, вышли на сцены, чтобы спеть, как в едином хоре, любимые песни, ставшие поистине народными. Это единственный в России, в нашей стране, церковно-государственный праздник. Прежде всего, это дань памяти святым Кириллу и Мефодию, которые в далеком 9 веке создали славянскую азбуку. Сегодня это еще и праздник культуры, традиции, родного слова, книги. День славянской письменности культуры отмечают не только в России, но и других странах. Ведь созданная Кириллом и Мефодием азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, сербском и украинских языках. Трудами Кирилла и Мефодия гордятся по всему миру. За вклад святых в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента. Этот день традиционно объединяет многие народы, ведь сотни миллионов человек во всем мире пользуются кириллицей. И хотя говорят на разных языках, понимают друг друга без перевода. Любовь Пермякова, Леонид Шишев.